Привет! Я инспектор Гаджет! Это мой внутренний голос. Привет! Голосок, нас ждет сегодня с тобой великая миссия! Какая еще миссия? Последняя твоя великая миссия оказалась 100-килограммовым шкафом, который нужно было на третий этаж тащить. Слушай, ну я же тебе сказал. Спасибо! Ладно, окей. Если хочешь, можешь не участвовать. Друзья, ближайшие выпуски программы Инспектор Гаджет будут экспериментально тематические. Начнем с сегодняшнего дня. Как вы относитесь к хорошему звуку? М? Тогда... Врежем рок в этой дыре! Смешно. Ладно, кончай прикалываться. Давай обзор. JB414. Всем привычные компьютерные колонки. Это, собственно, и есть две колонки. Левая и, как-то неудивительно, правая. Их обычно вполне хватает для офисных нужд. Системный звук при загрузке Windows издать или голосовой чат через Skype организовать. А вот дома для колонок можно найти куда больше применений. Но домой лучше как раз брать не систему из двух динамиков, а хотя бы вот такую. 2.1. Два динамика и сабвуфер. Система называется JB414. JB — это сокращенное название компании-производителя JetBalance. Тут мы имеем довольно крупный сабвуфер с 4-дюймовым динамиком. Кстати, обратите внимание, вот это дупло спереди на его корпусе не динамик. Динамик вот, а на передней панели располагается выход фазоинвертора. Если ставить такой сабвуфер на стол, низкочастотный звук будет направляться прямо на столешницу. Возможно, не слишком приятные на слух и на ощущение вибрации. Так что ставить его лучше всего на пол. А на столе разместятся такие вот колоночки с двухдюймовыми широкополосными динамиками, которые спрятаны под защитными крышками. Обратите внимание, передние панели колонок скошены. То есть, чтобы добиться наилучшего звучания, не надо придумывать, как бы их разместить точно на уровне ушей. Достаточно просто поставить колонки по обе стороны широкоформатного монитора, усесться за ним, и звук получится что надо. Цена комплекта JB414 составляет, кстати, всего-то около 800 рублей. Мощность сабвуфера 4 ватта. Динамиков по 2 ватта. Управление ручкой громкости на передней панели сабвуфера. Ничего лишнего. Для игр, голосовых чатов, то, что надо. Дешево и сердито. Особенно, если сделать погромче. Так, голосок, а есть что-нибудь, ну, чтобы деньги на кино не тратить? Да, есть, конечно. Слепота. Фу, чернота какая-то из тебя прет. Да нет, я вообще про звук говорю. Ну, чтобы так же мощно, как в кинотеатре, но при этом недорого. JB444. Слушать музыку, смотреть фильмы с хорошим звуком прекрасно можно на компьютере. Особенно, если позаботиться о подходящих колонках. Очередная акустическая система 2.1 под маркой Jet Balance. JB444. Сабвуфер и пара среднеполосных колонок. Внешне очень похожа на множество других систем 2.1, которых полно на магазинных полках. Но разница все-таки есть. Причем в ее пользу. Вот, к примеру, 12-ваттный сабвуфер с динамиком на 5 с четвертью дюймов. На сабвуфере одна единственная кнопка. Выключатель питания. Но это еще не все. Тут есть самый настоящий пульт дистанционного управления. Проводной, правда, но это даже в каком-то смысле плюс. Во-первых, акустику с места на место все равно не часто приходится передвигать. Во-вторых, не надо целиться под стол, где обычно стоит сабвуфер инфракрасным пультом. Этот просто положил рядом с монитором, где стоят колонки, и все управление под рукой. Тут сдублирован главный выключатель, есть регулировка громкости, низких и высоких частот. Вдобавок присутствует выход на наушники, а также дополнительный аудиовход. Колонки у JB444 тоже достаточно интересные. С двух с половиной дюймовыми динамиками. Причем корпус их не пластиковый, как у более дешевых моделей, а из того же MDF, что и корпус сабвуфера. MDF гораздо более плотно спрессован, чем DSP, и резонирует уже очень похоже на настоящее дерево. В результате получаем акустическую систему, на которой вполне можно слушать хорошую музыку. Диапазон у этой системы начинается от 50 Гц. Так что басы получаются вполне насыщенными, а к средним частотам и вовсе претензий нет. Цена JB444 в районе 1700 рублей. Не так уж мало, но деньги эти система отрабатывает на совесть. Сделаем паузу и по традиции посмотрим на самый тупой гаджет этой недели. Сегодня почетный титул получает передвижной офис. Вроде бы изобретение неплохое. Неужели нельзя просто положить ноут на коленки и поработать? Тем более, что девайс этот стоит 130 баксов, а это, между прочим, дороговато. По мне так все 10 баллов. А по тебе? Да, тоже. Окей, вот и отлично. Голос, по-моему, уже вот сейчас точно пришло время врезать рог в этой дыре. JB614 стоимостью более 5000 рублей. Что мы имеем за эти деньги? Прежде всего, вот такой вот внушительный сабвуфер. Динамик здесь 5 с четвертью дюймов в диаметре. Мощность 50 Вт. Воспроизводимый диапазон звуков от 25 до 120 Гц. Очень достойно. Придется разжиться соответствующей дискретной звуковой картой, кстати. На передней панели индикатор состояния. Такой небольшой дисплейчик с информацией о текущих параметрах воспроизведения. Регулировка громкости, кнопка включения. На самом деле, этот сабвуфер прекрасно управляется с инфракрасного пульта. Систему JB614 можно использовать и безо всякого компьютера, между прочим. И без других источников звука. У нее есть свой собственный встроенный источник FM-тюнер с памятью на 16 радиостанций. Учитывая, что многие станции сейчас транслируют стереозвук, очень кстати. К этой системе можно подключать сразу два устройства. Тут есть стандартный стереовход, а также серьезный шестиканальный разъем. Как раз для выхода в серьезные компьютерные аудиокарты. Например, если видеопанель разместить прямо над компьютерным столом, очень удобно будет при помощи пульта переключать источник сигнала с телевизора на компьютер и обратно. Прочие колонки системы JB614 10-ваттные двухполосные. Один динамик на 3,5 дюйма, второй на полтора. Фронтальная колонка и две центральные воспроизводят звуки от 85 Гц, тыловые от 100 Гц. В итоге получаем неплохую и при этом бюджетную акустическую систему. Что из этих колонок подойдет именно вам, я не знаю. Но вывод есть из чего. Голосок, давай еще немного адского угара. Это был экспериментально-тематический выпуск программы Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. ЧМОТЫ! Пока. Субтитры сделал DimaTorzok